Взаимопомощь на дорогах города По словам представителей спецавтохозяйства, обслуживающего территорию от улицы Красноармейская до Судзавода, за несколько дней выпало порядка 20 сантиметров осадков, что составило 85% месячной нормы. Спецтехника выходила на линию рано утром и расчищала дороги. По словам руководства предприятия, рабочая смена водителей превышала 12-14 часов. Проблем-то как бы нет, все исправно. Завтра еще дополнительно ставим на КАМАЗ, кривой нож с резиденными ножами, они эффективны при свежевыпавшем снеге. Поэтому еще дополнение ко всему, неизвестно какая будет погода дальше до конца зимы, поэтому я думаю справляемся. Барки ситуация здесь ничем не отличается от других городских микрорайонов. Непролазный снег понемногу укатывается автомобилями. Хотя убирать его должны коммунальщики. Но спецтехнику люди не видели здесь все выходные. Почему? Вопрос, который чаще всего задают у Стюжани. Снега много, причем шел он долгое время. Своевременно не успеваем, говорят в предприятии, большая уборка, обслуживающая первую часть города. Но на расчистку уверенной территории брошены все силы, говорят коммунальщики. Техника не переставала, можно сказать, работать. Вывозили, вывозили. Но естественно на дорогах это все не сильно видно, так как только убрали и тут же снег заваливал все. Опять приходилось работать, очищать вновь и вновь. Поэтому вот техника работала, можно сказать, только на центральных улицах. Выходила на второстепенку, но убрать все, как вы понимаете, в такой снегопад не получилось быстро. Убрали все потихонечку. Ну, хотелось-то, конечно, побыстрее, но получилось как бы, получилось потихоньку. И до сих пор сегодня техника долбировала все. И то и сегодня еще не успели, завтра опять будем выходить и вновь бороться со стихией. То есть не переставали работать, работаем. Несмотря на непрекращающиеся выходные снегопады, дороги в деревнях Юдинского сельского поселения были чистыми. Спецтехника работала в 40-ка населенных пунктах, начиная с пятницы. У нас, например, в Галкино, это очень радует, что несмотря на то, что погода, непогода, у нас всегда, в принципе, проходит грейдер. На эти выходные метели были два раза, и в субботу, и в воскресенье чистилось, независимо от того, что рабочие или нерабочие дни. Вот это нам, конечно, очень нравится. Я считаю, что наша администрация очень хорошо за этим следит. В выходные у нас с утра приезжал грейдер. Мы просыпались, у калитки чистили, тут везде все уже было расчищено. Очень нам всем понравилось. По словам главы поселения Анны Голиковой, в первую очередь предпочтение отдается отдаленным деревням, дорога к которым проходит через поля. Транспортные магистрали в таких местах переметают полностью. Чтобы люди могли беспрепятственно отправиться по своим делам, а в село-деревне был доступ экстренных служб, трактор сначала идет именно сюда, в отдаленные населенные пункты. У нас есть связь со всеми водителями спецтехники, то есть мы сдерживаем с ними связь. Также есть на территории нашего поселения выбраны старосты, и они очень хорошо организовывают свою работу. Это большое подспорье главе и администрации. То есть они контролируют работу трактора, направляют его в нужном направлении и рекомендуют ему небольшие устранить замечания или еще что-то. Водители отвечают взаимностью, то есть они выполняют все требования и противоречий между старостой и водителем не возникает. Вечером вновь пошел снег, а это значит, что это очередной эксамент для коммунальщиков. С началом нового дня все мы узнаем, точнее увидим, успешно ли прошла его сдача, или коммунальные службы вновь отправятся на пересдачу. Андрей Жилин, Юрий Воронин, Максим Куласов, Антон Карев. Новости провинции.